Впрочем, у сближения Украины с Европой есть и другая сторона, экономическая. Чем больше мы интегрируемся в Евросоюз, тем больше людей находят работу, а иногда и новый дом на Западе. Счет мигрантов из Украины тоже идет уже на миллионы. Какое настроение доминирует среди этих людей? Они уехали навсегда или еще вернутся? Вторая серия из нашего цикла «Путь мигранта». Материал Елены Зориной из Польши. Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия. И то, что ближе, Чехия, Польша. На заработки или вовсе на ПМЖ. Каждые 30 секунд один украинец уезжает из своей страны в поисках лучшей жизни. А это, вдумайтесь, 100 тысяч ежемесячно. География миграции обширная, но чаще всего едут в Польшу. По приблизительным подсчетам, сейчас здесь работают до 2 миллионов украинцев. На заводах и фабриках, в магазинах и даже такси. Здесь украинская речь слышна повсюду. Если взять эту будову, то больше всего не украинцы. На украинском языке даже керевнисты так разумеют. Юрий, как и другие строители-соотечественники, работает по 10, а то и по 14 часов ежедневно. Приехал на 3 месяца. Но не жалуется, говорит, заработки того стоят. Плитку, мурувание, бетон, штукатурят, шпаклюют. Ну, майже все строительные работы. Меньше тысячи долларов нет. Но строительство – это не самая тяжелая работа, говорит Иван из Ивано-Франковской области. Сложнее пройти испытания полем. Семь часов утра, час обеда, потом до семи часов вечера. Ну, оплата небольшая, маленькая, 9 злотых в час. Работу за границей можно найти как в Украине, так и здесь, в Польше, по приезде. Вот популярное место сбора наших в Варшаве – греко-католическая церковь. На входе доска объявлений, полна предложений о работе. Они работают руками. Лише 3% займают какие-то там менеджерские посады. Середняя заработная платня в России зараз складает трохи больше 500 долларов. А середняя заработная платня в Польше уже превышала 1100 евро. То есть умовный, умовный трудовый эмигрант может заработать больше евро, и сам в Европе. Более предприимчивые налаживают за границей свой бизнес и жизнь. И остаются. Тут маем будинок триповерховый. Я на то попит. Багато украинцев едут в Польшу. Берем его на работу и тут поселяем его. Игорь здесь уже более 10 лет. Теперь у него своя строительная фирма и несколько хостелов. Тут у нас кухня, я знаю. Плитка, микрохвильовка, чайник, холодильники. Интернет безкоштовный. Різные, маючи до посуды також. Тут у нас комната найбільша, 8-м местна. Вольных мест немає. Землякам помогает, но сам в Украину возвращаться не хочет, хоть и скучает. Часто або я, або хтось мені так, або готовим так. Украинскую страду. И не одну, не твити башки. Впервые. Відомо, что сумуется за Украиною, но уже тут живется тут. Здравствуйте. Заходите. День добрый. Здравствуйте. Добрый день. Для этой украинской семьи все только начинается. Елена и Алексей в Украине и рыбу продавали, и сыр делали, и кафе держали. Но не задалось. Денег не хватало. Покинули родину два года назад. Решили рискнуть. Купили бизнес в Польше по интернету. Пиццерия и кебаб. Задаток перевели. Тысячу долларов. Не видя людей, просто вечером нам по скайпу показали помещение это. Ну вот. Ну мы приехали. Теперь семья Бондаренко живет в пригороде Варшавы. Их дочь, трехлетняя Катя, ходит в частный детский сад. Родители могут это позволить. Елена работает в польском ресторане поваром. Вообще украинский филолог. Даже кандидат в педагогических наук, доцент. А Алексей водителем. Ножи не хватает вообще, да. Остается, то есть отложить и исправлять. Пиццерию продали. Теперь по вечерам после основной работы налаживают новый бизнес. В маленькой кухне съемной квартиры. Я занимаюсь тестом. Ну, я занимаюсь мясом. Готовят украинскую еду на продажу. Вот у нас голубчики. Синьюш, шатина. Пинкали вот тоже. Вареники там разные с капустой, с грибами, с картошкой. Даже есть такие вот зеленые со шпинаком. Это, говорят, довольно прибыльно. Среди клиентов есть поляки, но в основном украинцы. Готовили на 35 человек крестины для украинцев. Ты выгоден больше, когда ты работаешь, ты развиваешься. То есть платишь налоги, тебе дают сразу какие-то условия нормальные. То есть забавцы идут на сельское хозяйство без проблем. Тебя не трогают под полосу Украины. Здесь, в Польше, семья Бондаренко мечтает о доме и собственном маленьком бизнесе. Сейчас, если бы сказали ехать в Украину, например, то говорю, ну как, это только вот, чтобы родственников проведать. Они бежали от войны, а нашли новых себя. Проповеду я вперед. Собрать. Левый мой в бок. Подушки. Уже на пальцы. И собираем. 17-летний Боря и его мама Елена уехали из Авдеевки. И уже пятый год живут в Варшаве. В Украине я была учителем. Учителем информатики. Теперь не преподает, а делает популярное в Польше кулинарное шоу. Я пошла в Академию кино и телевидения в Варшаве. Закончила ее. И уже в процессе учебы я начала работать как режиссер. А вот Боря крепко задумался, кем хочет быть, говорит, растерялся от возможностей. Могу пойти в фильмовую школу, или тоже филологией заниматься. И вот пока думаю, потому что есть какой-то такой выбор. Если говорить о финансовой стороне, конечно же, остаться было бы проще. В Авдеевке остались все родственники. Но возвращаться Лена и Боря не хотят. В этом году навестили родину. Это вот там вообще был шок. То есть после того, как ты пожил в Европе, ты возвращаешься в город, где идет война. За ужином слушаешь выстрелы. Мне стало страшно. И я понимаю, что то, что произошло, это просто... Ну, я не могу там жить. Не от войны, так от бедности. Украинцы уезжают подальше от родины. Впрочем, официальная статистика гласит, Польша уже не так популярна, как раньше. Соотечественники едут дальше, на Запад. Кількость перетиней в кордону уменьшилась на 10%. Также, если мы видим по количеству выданных визг с польскими консулами, она тоже уменьшилась на 10%. Украинцы, возможно, нашли себе другие страны, более придатные для працевлаштования. Это объясняется тем, что заработная плата в других странах Евросоюза значительно выше. Возможно, вскоре не в Польше, а где-нибудь в Италии будет жить и Борис. Увлечение танцами не осталось незамеченным. Парня приглашают в другие европейские страны. И хотя хэппи-энд для украинцев в Европе не всегда норма, судьбы складываются по-разному, но люди продолжают уезжать в поисках лучшей жизни и больших денег. Кто-то возвращается, кто-то вместо заработка находит неприятности, а кто-то становится гражданином другой страны. Из Польши Елена Зурина, Марьяна Бурякова и Евгений Каминский. Подробности недели телеканал Интер.